Сами выдержите! Путин в бой! Россия без Путина! Россия без Путина! Дорогу, и горы, милиция в нашей области! Дорогу, и горы, милиция в нашей области! Наше имя Эдуард Лимонов! Наше имя Эдуард Лимонов! Кто-то вообще занимался пропагандой, агитацией национал-большевистской партии. Эти кадры сделаны в ночь на 8 июня возле здания прокуратуры Ленинского района Челябинска. Группа молодых людей, одетых в маски и капюшоны, заходят во двор. Они достают бутылки с зажигательной смесью. При себе у молодых людей находят нарукавные повязки и флаг запрещенной в России национал-большевистской партии, признанной экстремисткой еще в 2007 году. Партия умерла, но дело ее живет. Задержанные признали себя сторонниками общественного объединения «Другая Россия». Основная была проблема у власти, они боялись, что нас увидят люди. Понятно, направленность приговора понятная, но это, собственно говоря, не важно, потому что правосудия, собственно говоря, нет в России. Поэтому важно на выборах голосовать за партию «Парнас». Нам нужны изменения, нужен импичмент президенту. Россия должна стать свободной. Создавать партию, не создавать партию. Участвовать в выборах, не участвовать в выборах. Это два ключевых вопроса. Значит, моя позиция – партию создавать, выборах участвовать. Россия без Путина! Россия без Путина! Те, кто за «Набас» и все прочее, это за осколки, держатся за осколки советской какой-то самодификации. Нас интересует именно русская самодификация. А воевать за реставрацию «Совка», как там большинство людей воюют, это вообще никуда не годится русским людям. У нас своих забот и вакансий. Я сейчас только что разговаривал с Дмитрием Демушкиным, который находится в Вологде на очной ставке по придуманному обвинению. Якобы кто-то из детей нарисовал на церкви свастику. И 16-летний подросток сказал, что Дмитрий Демушкин научил. Просто грубость невероятная. Что вы можете посоветовать, как действительно реальный боец правого сектора, что вы можете посоветовать и вызывать российскую оппозицию? Я вам скажу, что не надо бояться, и что все их будущее в их руках, что все это должны знать. А никто не прийдет и им все это не сделает. Они должны сами соби свое майбутнє своими руками подвигать. Поборемся с чем? Росія будет в руинах. Слава Украине! Ровно славу! Слава нас! Смерть врага! Украина! Память у всех! Память у всех! Это не преследование нас четверых или запрет какой-то партии, какой-то группы. Это лишение всех 100 миллионов или сколько там осталось граждан России право высказать свою волю на референдуме. Это низвержение третьей статьи Конституции. Третья, тридцать второй статьи Конституции. За мысли, за идею о том, что нужно принять законы референдуме об ответственности власти перед народом. Вы понимаете, что это уже арест за мысли преступления? Это действительно качественный скачок. И если мне сопротивляться, то завтра будут хватать каждого из нас. Каждого, кто не хочет покорно идти как стадо. Все, вперед! Мы начинаем компанию. Вашу поддержку. Погореться с вами, ребята! Только ведите себя хорошо там. Спасибо всем. Хорошо. Да, хорошо, аккуратно ведите себя. Смотрите себя там, хорошо. Мы не боимся, что наш голос ничего не изменит. Мы уверены, изменения уже происходят. Но многие считают, что их голос ничего не даст. И этим себя успокаивают. Многие считают, что если хотеть чего-то большего для страны, для народа своего, или для себя лично, как гражданина, то станет еще хуже. Что если пойти против системы, то эта система тебя сломает. Но мы все в этой жизни делаем свой выбор. Мы сделали свой выбор. Мы сказали свое слово. А дальше мы будем идти с помощью Бога достойно. И с вами это проходить намного легче. Документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность, указанные в темистской организации. Заявляю, что я считаю фонд борьбы с коррупцией. И всех, кто его поддерживает. И всех людей, которые сейчас идут по улицам нашей страны и кричат «Путин убийцей». С экстремистами. И считаю, что с вами, со всеми надо разбираться согласно уголовному кодексу, который подразумевает определенные действия. То есть если у вас всех, вот прям вот эту незначительную толпу дебилов, которые идут и кричат «Путин убийца» сейчас спасают лет на пять, в кресты, никто не пожалеет. Все будут только рады. Страна вздохнет свободно. Если вас на улицах нашей страны будет поменьше.